Следующая интерпретация Это аналитическая интерпретация И совсем вам не нужная в жизни Для того, чтобы сходу работать Но очень важная С точки зрения анализа и самоанализа А еще очень важная с точки зрения Анализа каких-то ситуаций Потому что круг Мальцева в том числе является ситуацией Потом мы вам покажем эту интерпретацию Как она работает Итак, когда мы говорим метод круг Мальцева Опять-таки полезно перед этим Сделаем метод автомата Да, сначала Это с точки зрения рабочей процедуры Да и вообще, дело в том, что мы как в методе автомата Смотрим на математические показатели На наши заряженные бабки Где плюс, где минус Так и здесь Модель выглядит вот таким способом В единице у нас всегда будет плюс В четверке у нас всегда будет плюс-минус В тройке у нас всегда будет ноль А минус у нас всегда будет двой То есть вот это изначальная матрица Аппликация, с которой нужно работать Потом мы берем тест Смотрим на передний план И видим, что у нас, например, H плюс И я беру и пишу сюда H Ну раз он плюс пишет, значит, как не пишет? Например, S плюс у меня Я его тоже сюда пишу E минус Я его сюда пишу H плюс минус Я его сюда пишу Как ноль, например P минус D плюс N минус Просто вот в качестве примера То есть это первое, что я делаю Это механическая работа Она не требует... То есть основные навыки просто расставляют На рептикационной модели Никакого интеллекта Дальше Можно понимать, да, то есть Что означают эти движки Безусловно Представляете себе, когда у человека Например, H в тройке Понимаете, что ли? Да, вы Что? Это уровень, который он может решить за то, чем Да нет, это поклонение сексу Это уровень взаимодействия Здесь связан с Богом Ну, у него секс — это Бог Вот То есть у него, кстати, когда звучит H В тройке у человека нормально Можно? Да Простые вот Безусловно, есть понятие Круга Мальцева и так далее Но простым языком Вот у каждого в жизни есть идол, да? То есть чему человек кланится, чему он молится И чем он хочет быть Вот это то, чем он хочет быть Это идолы Его мечта В этом при нулевом H Конечно, человек поклоняется сексу Когда мы говорим единица Да, это сценарий Это уровень взаимодействия Это результат взаимодействия с Богом Но, по сути, вот я вам говорю Результат взаимодействия с Богом Вы смотрите на ТСОНДЕ H, хороший результат взаимодействия с Богом Что это нам дает? Подсчет по более простым языком, да? Ну, совсем тупым уже, простите, пожалуйста Это то, что у человека в голове Что у него в голове? Дальше, когда я говорю плюс-минус Это самое простое Это механизмы То есть это как человек будет поступать Что он будет использовать? С помощью чего? Это механизмы принятия решений Это вообще любые механизмы То есть как человек знакомится Как человек ругается, мирится, добивается Чего-то, выкляпит человеку В общем, вот как он это делает? Он же как-то это делает И двойка А вот двойка, вот минуса, да? Это же помните? Это расстрел, да? Что я вовне стреляю Это то, что я показываю вовне Это показательное выступление Бам! Если Е и П, вы же видите, да? Что это такое? Мне ничего нельзя Моя жизнь это дисциплина ЕФ это Моя жизнь это дисциплина Я сам обращенный дисциплина Меня так воспитали Меня так воспитали Я чту традицию Да? Традиция это самое главное Посмотрите на наши традиции Здесь у нас, значит, здесь у нас особые бастоны висят Здесь у нас особые... Тикая рация А вот случайно получилось И минус на минус То есть, опять-таки Первое Запоминаем Требок рекомендует за метод автомата Второе Мы расставили здесь все показатели И далее мы смотрим на эту систему Значит, здесь есть несколько моментов Которые нужно учитывать Из практики Первое Смотрите сначала на пустые места То есть, например Может так получиться Что у вас все факторы Где-то уютно уединились Например, в плюсах и в минусах А здесь пусто Такое может быть Такое бывает Или, например, в плюс-минус пусто Это очень часто бывает у современного человека Что это значит? Если в плюс-минус пусто Это значит, что никаких механизмов не существует Ну, то есть, ему не с помощью чего-то Это, знаете, то же самое Пришел я к вам в дом Вы говорите Пойди, вскопай оборот Я говорю Дай лопату Лопаты нет Вот это и есть Нет лопаты А чем копать? Лопаты А где лопаты? Лопаты нет Вот это и есть Нет лопаты А если тут еще по нуля Вот в нуле ничего нет Это значит, что человек Об этом даже не задумывается То есть, если вот здесь пусто Видите, это все-таки Хоть какие-то идолы Хоть какие-то мечты То есть, человек У него хоть какой-то вектор В жизни есть А если здесь пусто И ничего не стоит Это значит, что у человека Просто не будущее И перспектив Ничего нет То есть, ну, закрытая Железная дверь И он ни к чему не стремится Говорить же, конечно Может, на все, что угодно Дальше Показательное выступление Это то, что вы будете видеть Сто процентов Тут, честно говоря При небольшой практике Даже к тестосонде не надо Это то, что показывается Это вот то, что Вы видели Ну, да смешно вот просто Дальше, кандидат Виктор Викторович Первый раз в жизни Проводил семинар Повышение квалификации Для адвокатов Ну, то есть Это просто Потрясающий семинар Трехтактовый То есть И вот на третьем семинаре Чего сказать Ну, до этого не было случая Что бы я по адвокатуре Когда-либо в жизни Проводил семинар И тут вообще Надо было сорваться И трезво содрогнуться И побежать И там вообще Остался жить На том семинаре Конечно Ну, люди какие-то По-моему, мы Ну, те, кто приехали И было достаточно много 15 человек Там особенно В принципе, и людей Сажать было некуда уже Что же Мы не ставили себе задачу Проведение семинара У нас же другие задачи В Киеве Да Ну, как бы сегодня Мы открываем адвокатскую контору В Киеве Как бы наши офисы Открываем еще Киеве Дополнительные И нам нужно было Конфликтовать Эти конторы И вот такая ситуация Первый раз я в жизни Решил прочитать Лекции по адвокатуре И как бы Вот даже некоторые люди Были, которые Ну, были недовольны От того, что есть Семинар По адвокатуре То есть Ну, вот Так сказать Вообще, наоборот Были бы счастливы Да Бесплатно Вам дали семинар По адвокатуре Еще и темы такие Работа с клиентом Организация Долгосрочного Взаимодействия С клиентом Но это Об этом не то, что Не принято в суд Говорить Человек, который Не хочет ехать На семинар Такой Это Человек К адвокату Имеет мало Оно Отношение Ну, я не имею Я же Пускай Спринимательства Люди Потому что В Нью-Йорке Что-нибудь Что-нибудь Здесь Сделать В Украине Лететь На 14 Часов На семинар Самолет В Нью-Йорке В Нью-Йорке В Нью-Йорке Есть некоторые Люди Которые Действительно Хотят работать И будут работать Продолжаем Так вот Если посмотреть Олег Викторович Рассказывает Про обязательства Механизмы Исполнения Обязательства То есть Вообще Пошла жара Надо кушать Навострить И просто слушать И тут Я смотрю Как два товарища Знаете Таким волчьим взглядом Смотрят на Олег Викторович А он еще ходит Получается Лекция читает И ходит Я думаю Что они смотрят Потом выясняются Они смотрят Сколько стоят часы Олег Викторович Да Они заняты Понимаете Насчет обязательств Насчет выполнения обязательств Да Все было Серьезно То есть Сколько Часы Стоит Делать У этих часов У моих часов Не та цена Это подарок друга Близкая У них другая цена А тем часам Цена другая Это мои любимые часы При них Близкий друг подарил Поэтому для меня Эти часы Это Всегда память Поэтому для меня Цена у этих часов Другая Не валютная И я точно знаю Что у такого человека У него П-ноль То есть Вот чему Он болится Атрибутом Он болится Систем О определенном Образу Жизнь По большому счету Он никто Систем Продолжение следует Систем Продолжение следует... Продолжение следует...